В детском лагере Волжанка в родительский день прошла спортивная эстафета для детей и родителей «Мама, папа и я – спортивная семья». Говорится в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Семейные команды соревновались в ловкости, быстроте и смекалке. Участников наградили подарками, а в завершении состоялся праздничный концерт. В телеграм-канале промышленного района Самары рассказывают об условиях назначения пособия детям от 3 до 7 лет и какие условия должны соблюдаться. Средний душевой доход в расчетном периоде должен быть не более прожиточного минимума на душу населения, а именно 13 085 рублей. Наличие имущества в пределах установленного перечня в расчетном периоде должен быть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия. Памятки о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет можно посмотреть в телеграм-канале промышленного района. На этой неделе для самарцев подготовили различные лекции, литературную прогулку и кинолекторий, сообщают в телеграм-канале городской администрации. 16 июня в нулевой комнате пройдет артист-ток с питерской художницей Дарьей Гончаровой. У посетителей будет возможность задать вопросы про процесс создания проекта «Миры» и узнать больше о ее творчестве. Также здесь откроется буккроссинг, куда все желающие смогут принести любые книги и обменять их на понравившиеся. Начало в 18 часов. Более подробная информация о культурных мероприятиях доступна по опубликованным ссылкам. В связи с проведением ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения ограничена подача воды по нескольким адресам, информирует жителей и администрация Ленинского района в своем телеграм-канале. Отключение коснулось домов 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88 и 92 по улице Галактионовской. Частично подачу холодного водоснабжения приостановили в оперном театре на площади Куйбышева и ближайших к нему домах. Для жителей организовали подачу воды. Бойлеры стояли по адресам Галактионовская, 81 и Галактионовская, 103. Завершение работ запланировано на вечер 16 июня.